МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У хорошей хозяйки в закромах всегда найдется баночка вкусного вишневого варенья и хрустящие соленые огурчики. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Закрома». Меня зовут Ольга Сюткина. Я научу вас правильным технологиям консервирования и поделюсь самыми вкусными и удачными рецептами. И сегодня мы с вами будем заготавливать на зиму сливу. Слива бывает разная. Разная по цвету, разная по форме, разная по вкусовым своим качествам. Но обычно мы заготавливаем ту, которая чаще всего и больше всего бывает у нас на рынках. Это слива «Венгерка». Она действительно очень хорошо подходит для любых заготовок. Она мясистая, в ней небольшая косточка, и она прекрасно ложится в банку, содержит много пектина, поэтому получаются вкусные повидла, джемы, мармелады. И сегодня из сливы мы приготовим компот в медовом сиропе, джем из сливы с ананасом и сливу моченую. Начнем мы приготовление с компотом. Как я уже сказала, у нас слива «Венгерка» вот такая ровная, красивая, слегка покрыта матовым налетом. Мы из нее чуть позже достанем косточку. Но начнем мы с того, что поставим вариться сироп. Сироп, я сказала, у нас с медом, поэтому вода в сотейнике у нас уже стоит. Мне осталось добавить туда только мед. На самом деле очень многие консервы готовлю именно с медом. Но прежде всего потому, что это полезнее. Несмотря на то, что мед подвергается тепловой обработке, все равно мед по своим характеристикам, конечно, полезнее сахара. Но я должна сказать, что мед менее сладкий, чем сахар. Кому-то это покажется странным, но я сейчас объясню, в чем дело. В меде всего-навсего 80% сахара. Поэтому по весу меда мы должны брать больше. Но вот когда мы пробуем ложку сахара или ложку меда, мед нам покажется слаще, потому что в чайной ложке по весу меда больше, мед гораздо плотнее. Ну и поэтому такое вот несоответствие. Хотя, вот еще раз повторяю, что мед менее сладкий, чем сахар. Поэтому если вы захотите мед поменять на сахар, сахара нужно будет положить чуть меньше. Пока сироп закипает, а это на нашей плите произойдет очень быстро, мы займемся сливами. Банка у меня готова. Я достану ее из духовки. Она стоит там простерилизованная. Компоты лучше заготавливать в банках не менее чем емкостью на литр, а то может быть и больше. Если это семья большая, вот открыть трехлитровую банку компота и весь его и съесть. И теперь сливу мы укладываем плотно в банки, чтобы поместилось как можно больше. Кладем вместе со специями. На литровую баночку достаточно одной палочки корицы и половинку стручка ванили. Накалывать мы сливу не будем. По одной простой причине, что, может быть, даже она у нас и лопнет. Но тем самым она передаст еще больше аромата вот этому шикарному медовому сиропу, который тоже будет прекрасным напитком на нашем столе. Сливы нужно укладывать как можно плотнее, чтобы уместилось их побольше. Класть до плечика банки. Так вот даже чуть-чуть уплотнить, ничего страшного. Не произойдет. Поменять маленькую сливу на большую. Вот эту я положу, так будет удобнее. Конечно, в компот нужно класть ягоды более-менее одинаковые по величине. И выбирать, чтобы это были с плотной, хорошей мякотью. А что касается специй, вот я положила корицу и ваниль, а можно добавить звездочки бадьяна, можно положить кардамон. Это все те специи, которые прекрасно сочетаются со сливой. Мне осталось только дождаться, когда закипит сироп, и залить сливу. Для приготовления компота из слив в медовом сиропе нам потребуются сливы, вода, мед, корица и ваниль. Сироп закипел, и я могу заливать сливу. Заливаем до плечика. Вот так. Нужно, чтобы вся слива была погружена в сироп. Я немного поправлю. Вот так вот. Посмотрю. Чтобы не было воздуха. Так, по-моему, все хорошо. Сливы некоторые лукнули, но ничего страшного. Закрываем крышкой. Выкрываем сразу плотно. Компот нужно пастеризовать. Для литровой банки вполне достаточно 25 минут. Ну а потом банка будет остывать при комнатной температуре. Компот будет готов не раньше, чем через месяц. А в наших закромах не только вкусные компоты, но и интересные истории, и занимательные факты. Долгое время хорошая, крупная и сладкая слива на Руси называлась венгерка. Она специально закупалась для царского употребления за границей и приходила к нам как в живом виде, так и уже в засушенном виде чернослив. Впервые мы можем прочитать о ней в росписи царским кушаньем. Эта книга была подготовлена в смутное время, в начале 17 века русскими боярами специально для польского королевича, который претендовал тогда на русский трон. Вот чтобы обучить его порядком за нашим столом, показать, какие блюда и продукты используются в ходе торжественных, да и просто повседневных обедов, и была создана эта роспись. И слива венгерка в ней достаточно часто упоминается. Наша же собственная слива в те времена была еще полудикой, кисловатой. Первые оккультуренные саженцы приходят к нам из Европы лишь при Алексее Михайловиче в 1654 году. Самым же большим любителем чернослива среди русских монархов был Александр I. Говорят, повар готовил ему чернослив каждый вечер, только по-особенному, снимая с него даже верхнюю тоненькую шкурку. Отчего-то русский царь любил и чай с черносливом. И вторым рецептом, который мы приготовим, будет джем из сливы с ананасом. Конечно, можно было приготовить примитивный джем, но это неинтересно. Мне хочется чем-то непременно раскрасить джемы, которые я готовлю летом. Сливу нам нужно непременно очистить от косточек. Если слива спелая, достаточно только надрезать слегка, прокрутить, и вот у нас практически половинка уже свободна. И разрежу я это все на четвертинки. Если попадаются какие-то где-то мне места, которые не нравятся, лучше их, конечно, обрезать. Мы заготавливаем для себя, мы видим, что мы готовим, что мы туда кладем, поэтому мы должны относиться к этому очень внимательно. Ну и разрезаем вот так вот на четвертинки. Слива очень ароматная. Я взяла такую же венгерку, как мы и делали компот. Но если компот мы подбирали все ягодки одна к одной, чтобы они лежали у нас в баночке, в джем можно использовать ягоду разной величины, ну и, в общем, конечно, разной спелости. Если бы мы сушили сливу, а мы знаем, что из сушеной сливы получается ченослив, ну, наверное, я бы тоже постаралась брать спелые и ровные ягоды. На сок тоже может идти разная ягода, и мелкая, и крупная, и разная спелость. Ну, в общем, конечно, подбор ягоды зависит исключительно от того блюда, которое мы хотим получить уже готовое. Вот даже такие вот двойные очень красивые ягодки. Все они у нас пойдут сюда. В сливе достаточно много пектина. Мы знаем, что готовят из нее и мармелад, и пастилу. Джем мы будем готовить достаточно быстро. И если мы хотим получить еще более густой продукт, то, конечно, можем добавить жилфикс. Вот мы сегодня попробуем это и сделать. Ну, в основном, конечно, заготавливают те сливы, которые уже поспели. Недозрелые сливы, они, в общем, не обладают тем вкусом и ароматом, который характерен уже для созревших слив. Поэтому если какие-то другие продукты, в том числе, например, крыжовник и виноград можно заготавливать и с прозеленью, то сливы идут у нас на заготовку только исключительно спелые. Все зависит от того, какого характера мякоть у сливы. Или более мягкая, или плотная. Плотные сливы идут на компоты, а с мягкой структурой. Вот они можно и на джем, на сок, на повидло, на мармелады. Сейчас у меня осталось буквально вот две сливы. Я их дочищу от косточек и могу уже складывать в сотейник. Но я уже сказала, что у нас не только слива будет. У нас еще будет и ананас. Сотейник не включаю. Итак, ананас. Он у меня уже здесь очищен. И я должна его порезать на небольшие кусочки, но по величине чуть меньше, чем четвертинки сливы. Перекладываю в сотейник. В общем-то, конечно, хорошо, что у нас сейчас можно купить помимо сезонных фруктов и те фрукты, которые для нас привозны, экзотические, вот таким образом готовить джемы, да и, в общем-то, есть тоже свежими. Сахарный песок я пока сюда не добавляю. Я его добавлю чуть позже. А пока я добавлю яблочный сок, апельсиновый. Для этого я отожму. Апельсиновый сок у нас здесь тоже идет в качестве ароматизатора. Почему именно апельсиновый сок? Ну, не воду уж добавлять, лучше добавить что-то фруктовое. Это будет гораздо интереснее. Хотя, еще раз повторяю, можно и воду добавить. Но тогда у нас получится обычный классический джем. Апельсиновый сок. И немного лимонного. Лимонный придаст кислинку, потому что в основном у нас, конечно, фрукты здесь не очень кислые. Кислый, не кислый, а ананас, ну так, средней кислоты. Вот лимонный сок как раз придаст легкой кислинке. Ну и, в общем-то, поможет желироваться. Накрываем крышкой. Ставим на огонь чуть выше среднего. И доводим до закипания. Конечно, следим, чтобы джем не пригорел. Время от времени на него посматриваем. После того, как он закипит, мы слегка убавим огонь и будем варить 15-20 минут до мягкости фруктов. Для приготовления джема из сливы с ананасом нам потребуется слива, ананас, сахар, яблочный сок, апельсиновый сок, лимонный сок, гвоздика, душистый перец, желфикс. Я думаю, что джем уварился до нужной консистенции. Мы сейчас посмотрим. Вот слива вся буквально превратилась в пюре и, в общем, создала такую основу структуры нашего джема. А ананас остался кусочками. Можем мы, в принципе, оставить так. Или можем буквально немного в режиме пульсации разбить блендером. Вот я это сделаю блендером. Буквально немного, чтобы не превращать в пюре, а разбить только кусочки. Вот так, я думаю, достаточно. Отлично. Теперь я должна добавить в джем сахарный песок и специи. Добавляю сахарный песок. Слегка размешиваю, чтобы сахар равномерно распределился по всему джему. Мне будет достаточно. И пока джем доходит до кипения, я подготовлю специи. Специи у меня не молотые, а целые. Это душистый перец, или его еще называют английский. И гвоздика. Гвоздики немного, потому что специи очень агрессивные. Гвоздью нужно с большой осторожностью. Растираю в ступке. Можно брать, конечно, и молотые специи. Но я хочу сказать, что специи, которые размолотые в ступке, буквально перед тем, как их употребляют, конечно, они более ароматные. А молотые заранее, конечно, у них остается тут специфический характерный аромат, который присущ каждой специи. Но пока лежат они перемолотые, в общем-то, они частично выдыхаются. Добавляю размолотые специи. Джем у нас обычно варится на сильном огне. То есть это технология приготовления именно джема. Я думаю, что в этот момент ферменты освобождают пектин. И джем гораздо быстрее будет желироваться. Фрукты у нас уже готовы. Сахар растворился. Специи уже прогрелись и отдали свой аромат. Можем считать, что у нас джем готов. Но вот я смотрю, он недостаточно густой, как мне хотелось, потому что мы лили и сок яблочный, апельсиновый. Поэтому мы слегка его загустим с помощью пектина или желтикса. Я отодвину сотейник в сторону. Мне не нужно, чтобы джем кипел. Возьму желфикс и непременно смешаю его с сахарным песком. Желфикс – это пектин, который мы уже неоднократно использовали для желирования джемов, только уже с небольшим количеством лимонной кислоты, которая тоже способствует желированию, даже ускоренному такому желированию. Но его непременно нужно мешать, конечно, с сахарным песком. Иначе пектин, который здесь присутствует, ляжет грубым комком, и мы уже ничего не сможем с ним сделать. И вот теперь уже добавлять в джем, интенсивно помешивая, поставить на огонь и буквально прогреть в течение одной минуты. Дольше кипятить его уже не нужно, пектин здесь достаточно сильный, и желирование пройдет очень быстро и интенсивно. Вот так. Достаточно. И снимаем с огня и разливаем в стерилизованную банку. Наготавливаем место. Использовать удобнее для разлива джема специальную воронку и ложку. Посмотрите, может показаться, что джем еще жидкий, но я вас уверяю, пройдет буквально два часа, и у вас в банке будет густой, и у вас в банке будет густой, вкусный десерт. Кладем до плечика банки. У нас попадаются кусочки ананаса, маленькие и большие, и основа джема. Это разбитое в пюре слива. Наливаем равномерно, чтобы у нас были и кусочки, и сироп. Достаточно. Обязательно постучим. Посмотрим, есть ли у нас воздух. Воздух непременно нужно удалять. Край банки протираем. Ну, в общем, после воронки он обычно у нас чистый. И закрываем крышкой. Джем будет готов к употреблению, как только остынет. А если мы хотим, чтобы он у нас хорошо хранился в течение зимнего периода, его, конечно, нужно пастеризовать в течение 10 минут. Оказывается, вкус чернослива зависит не только от сорта сливы, из которой его делают, но и от места произрастания и заготовки. В 1910 году в Сочи разразилась эпидемия холеры. Естественно, город попал в изоляцию, оттуда нельзя было вывезти ни продукты, да и самим выехать жителям было весьма затруднительно. А Сочи уже тогда славился своими сливами. Дело в том, что лет за 10 до этого русский ученый Семеренко как раз и разбил там прекрасные сады и начал изучать, заниматься селекцией сливов. Так вот, образовалось огромное количество собранной сливы, которую пришлось просто сушить. Повеселевшие сочинцы даже сочинили двустишие. Если хочешь быть счастлив, ешь кавказский чернослив. Но это все смех. А на самом-то деле сочинские сорта, юбилейный, медовый, и сегодня служат образцом для приготовления чернослива. И третьим рецептом мы приготовим моченую сливу. Ну, наверное, несколько так необычно слышать, потому что мы привыкли к тому, что у нас на столе моченые яблоки. Но моченую сливу тоже издревле готовили на Руси. У нас все та же слива венгерка. И прежде всего приготовлю для сливы рассол, для которого нам нужна вода. Сахарный песок. Сахарный песок можно заменить, конечно, медом. Немного соли. Ну, исключительно только для каких-то вкусовых ощущений. Соли немного. Чтобы она у нас была не соленая, а только слегка придать ей вкуса. Немного горчицы, которая придаст рассолу терпкости. И небольшой лавровый листик. Доводим маринад до кипения. Рассол, конечно, я немного помешаю, помешаю, чтобы сахар и соль быстрее растворились. И пока рассол закипает, я положу сливу в стерилизованную банку. Укладываю сливу. Нужно, конечно, положить как можно больше ягод, потому что здесь они будут вкусные. Вкусные и не столько... В общем-то, рассол тоже будет вкусный, но нам нужны, конечно, больше сливы. Я помню, в детстве бабушка готовила моченый терн. Это было очень интересно. Вот я сейчас укладываю в банку. А терн, он же меньше размера. И мы это делали в большой бутыле. Десятилитровой. Укладывали терн, заливали рассолом. А для того, чтобы достать это же узкое горлышко, у нас был специальный такой металлический черпачок на длинной ручке. И вот зимой мы вылавливали этот терн металлическим черпачком. Кладем вот так до плечика банки. И самое главное, важно, чтобы продукты, которые у нас подвергаются мочению, не плавали поверх рассола. Поэтому их, например, нужно чем-то придавить. И вот есть такой интересный очень способ. Я вам покажу. Достаточно взять палочки. Это могут быть вот такие, как у меня, или могут быть те палочки китайские, которые мы едим суши. И достаточно вот так за плечики просунуть такую палочку, чтобы она легла. Вот таким образом. Можно это сделать еще крест-накрест. Вот так. И сливы будут держаться. Рассол у нас закипел. Он должен непременно остыть до комнатной температуры. И заливать мы будем уже холодным рассолом. Потому что если мы сейчас зальем горячим, сливы у нас, конечно, лопнут. А нам нужны они целые. Поэтому мы заливать будем холодным рассолом. Для приготовления моченой сливы нам потребуются слива, вода, сахар, соль, горчица, лавровый лист, ржаной хлеб, листья мяты, вишни, черной смородины. Рассол остыл, и мы будем заливать сейчас сливу. Но туда я хочу добавить еще для аромата несколько листочков мяты. Листики вишни, листики смородины. Вот настоящий набор, который мы используем для квашения. И я добавлю туда еще небольшую корочку ржаного хлеба. Почему именно ржаного? Потому что ржаная мука способствует усилению брожения. Я могла положить не только ржаной хлеб, я могла немножечко добавить ржаной муки. В общем-то, я это иногда делаю, когда готовлю квашеную капусту. Или даже можно положить немного ржаного солода. Для того, чтобы брожение было более сильным. И продукты, которые подвергаются консервированию с помощью молочной кислоты, сохранили свою такую тугую структуру. Ну вот так вот на все это подготовлено. И я заливаю рассолом. Заливаю так, чтобы рассол полностью покрыл фрукты. Ну вот таким образом моченая слива должна простоять 6-8 дней при комнатной температуре. Чтобы она как следует промочилась, заквасилась, я бы сказала точнее. Потому что все-таки это квашение. И тогда мы уберем уже ее в прохладное место. И готова она будет к употреблению через месяц. Итак, мы сегодня приготовили моченую сливу. Компот из сливы в медовом сиропе. И джем из сливы с ананасом. Вот, посмотрите, у нас по большому счету получилось три совершенно разных продукта из одной и той же сливы. Вы смотрели программу «Закрома». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok